В школе уйгурского языка, расположенной в австралийском городе Аделаида, прошло мероприятие, посвященное тысячелетию со дня рождения великого ученого Юсупа Хасхаджиба и 950-летие со дня написания книги Кутадгу-Белик. Мероприятие, которое было организовано уйгурской диаспорой Сиднея, Мельбурна, Аделаиды и школой родного языка, расположенной в Новой Зеландии, приняли участие активисты из США, а также ученики и их родители. В дополнение к различным художественным представлениям были представлены традиционные танцы уйгурского народа. Согласно информации турецкого писателя Мехмета Айдемира, выросший в Германии Хамза Озил опубликовал книгу о тюремной жизни в Китае. Хамза Озил является турком, который вырос в Германии, как и я. Компания, в которой он работал, отправила его в Китай, где его бросили в тюрьму. Немецкое государство помогло ему выбраться оттуда. Если бы на его месте был бы уйгур, то его, скорее всего, не было бы в живых, пишет Мехмета Айдемир на странице своего аккаунта в социальной сети. Китайские власти, которые продолжают ужесточать контроль населения, обязали мобильных операторов сканировать и хранить снимки лица всех новых пользователей. Согласно сообщениям Китайского отдела информационных технологий, от операторов связи требуется использование искусственного интеллекта или других технических средств для проверки подлинной личности пользователей, если граждане приобретают новую сим-карту. В сентябре Министерство промышленности и информационных технологий заявило, что для защиты законных прав и интересов граждан, каждый должен зарегистрироваться в онлайн-платформе под своим настоящим именем. Администрация Китая отреагировала на заявление Мишель Башелит, которое потребовало независимого расследования насилия устроенного полицией Гонконга и обвинила ее во вмешательстве во внутренние дела. В своей статье для газеты South China Morning Post верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Башелит призвала власти Гонконга провести независимое судебное расследование. Постоянный представитель Китая в ООН назвал статью неправильной и заявил, что она противоречит целям и принципам конвенции ООН. Посольство России в США призвало Вашингтон не вмешиваться во внутренние дела России. После того, как Госдепартамент США заявил, что обеспокоен новым законом об иностранных агентах, утвержденным в России, российское посольство опубликовало заявление на своей странице в Твиттер, в котором потребовало от США не вмешиваться во внутреннюю политику страны.